вот так вот снял я коллектором прокладки еще не снимал сейчас сниму что еще увидел увидел что нету успокоитель все он оборванный снизу смог достать вот таких два кусочек от успокоителя один и второй что-то улетела в поддон в поддоне лежит но поддон снимать уже не будем пускай она там живет до следующего ремонта какого-то а так здесь он отсутствует выкрутил свечи и видимо вот такую вот картину масло все испортила все вымазала вот оно место где дуло прокладку вот этот болт он как раз был не затянут и вот этот болт был не затянут два болта но здесь посередине видно да действительно здесь передувало посередине здесь чисто здесь чисто здесь дуло сейчас мою головку и везу ее на притирку заеду наберу запчастей и будем собирать а хотел показать мне один из подписчиков там анатолий советовал тысячку про фуан корейскую поехал ее взять но ребята посоветовали взять 7000 ку ведь возьми попробуй ведь она более мощнее чем 1000 к сейчас попробуем заодно сразу ее протестируем вот такая вот профам 7000 посмотрим как она работает вот так вот Смотрите продолжение в следующей части. Ну пусть постоит и смоем. Так, ну что, химия в принципе делает свое дело. Вот распредвал помыл, я его продул после этого сразу. Здесь еще вот остатки масла видно выступают с распредвала. Хотя продувал, все дулось. Если вы будете мыть и будет лежать, то надо мазать маслом, чтобы не ржавело. Ну, не идеальная химия, но она делает свое дело. Вот так вот крышка отмылась и головка. Побрызгал когда Рафааму, подержал где-то 10-12 минут. И потом керхером все это смыл и продул компрессором. В принципе, ни бензин, ни соляра мыть можно. Вот такая вот голова. Сейчас поеду увезу ее на притирку и после этого будем собирать. Вот первый день. Приехал, батарейка разрубилась. Мы хоть немножко успеем снять. Кривая. Кривая, да? По краям он. Ну, они повенелись, видать, ее притереть, когда грифики перебирали. Вот так вот притерли головку. Сняли 0,09 соток 10-го миллиметра. Головка была и так кривая, и вот так кривая была. Провал был здесь, провал был здесь, и вот здесь угол, он просто был, ну, вот получается, почему-то именно этот угол был провален. Ладно, ставим успокоитель, с этой стороны мы болты новые намажем герметиком, если их не мазать, они будут потеть. Здесь один подлиннее болт, другой покороче болт. Вот это ушко ставится сверху головки. И так же второй болт тоже мажем. Маги. Что же будет наружить? Да. Все. Положил я прокладку. Прокладка у нас фирма Триали. Закрутил головки, прикрутил коллектора. Берем, устанавливаем головку. Продолжение следует. Все. Головку мы установили. Один болт я наживил. Сейчас наживляем все остальные болты. Резьбу на болтах мы снизу немножко мажем, чтобы она у нас мягче крутилась. И подтягиваем. Еще хотел сказать, длина болта должна быть не более 120 миллиметров. Мерится до шляпки. 12 сантиметров. Вот он получается. Я их все замерю. Упирается в шляпку и до резьбы. Поэтому если болт превышает длину, значит он потянут. Его заменить надо, потому что он лопнет. Болты наживился. Теперь берем динамо. Сделаем как по динамо, но я всегда руками затягиваю. У меня вот эти довороты на 90 градусов, там первый, второй подход, они всегда смущают. Что это значит за довороты. Есть динаметрический ключ, на котором можно выбрать килограммы. А что потом, после того, как ты динамо затягиваешь, потом руками доворачиваешь на 90 градусов. Для меня это непонятно. Поставил 20 килограмм. Первый этап. Делаем. Продолжение следует. Ну, первый этап прошлись. Теперь второй этап ставим. Там до 85 ньютонов метров. Продолжение следует. «Красный т impost идёт». Продолжение следует. Известирение следует. «Красный тagh 1900s». «Красный тagh 8400-87». «Красный тихон». сделали второй этап и берем третий этап камера отключилась батарейка села не заметил выставил я 100 ньютона метров и не стало никакие там 90 градусов здесь докручивать если уж не от руки тогда полностью от ключа чтобы одинаково было прошелся сейчас покажу стоит 100 ньютона метров кто как делает я сделаю так продолжаем когда разбирал сказал натяжитель не полностью ослаблен это говорит о том что цепь не растянута но факт того что успокоитель оборванный это говорит что цепь была растянута и хлопала по успокоителю цепь хозяин сказал пока не надо двигатель ремонтировали должна стоять новая на успокоитель то есть на натяжителе я вот его помыл почистил и здесь видно что какой-то цилиндр забит на успокоитель его удлинили буквально на 45 миллиметров поэтому он выбирал но сейчас я его ослабил получается это он натянул ставим его на место когда поставим распредвал мы уже его отпустим и выберем зазор устанавливаем на место коромысла на пружин фиксируем пружинками на головку устанавливаем пружинка здесь коротким концом заводится фиксатор снизу и потом прорезь в эту одевается и ложится на клапан и помажем их маленько берем распредвал вот метка вот метка на шестерне здесь кто-то подписывал на 4 цилиндра она будет одеваем ее и выставляем потому что мы ставить будем без шестерни вот вот наживляем и затягиваем затягивать будут руки не буду они динамо ничем сильно здесь тянуть не надо поджимаем чтоб не открутилась теперь устанавливаю трамблер устанавливаем на четвертый цилиндр вот у нас по крышкам четвертый цилиндр вот здесь на крышке сделал метку то есть на корпусе под крышкой снимаем крышку поворачиваем бегунок на эту метку вот так вот и устанавливаем его здесь внизу новая прокладка так же еще здесь есть отлив на головке бегунок смотрит вот на эту сторону на этот отлив поставим новую шайбу фиксирующую одеваем цепь на звездочку так 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 если вот посмотреть вот наша метка вот метка сейчас мы чуть-чуть назад вернем потому что я чуть-чуть подтянул вот здесь если видно вот она метка и здесь вот она метка получается чуть-чуть смещаем и у нас все сходится затягиваем я сказал затягиваем мы пока не затягиваем шестерню мы отпускаем натяжитель вот эта цанга которая у нас на натяжителе мы ее отпускаем для чего мы это сделали чтобы у нас сейчас натяжитель выбрал свободный ход на цепи берем ключ храповика и немножко проворачиваем коленвал цепь натянулась у нас свободный ход выбран теперь эту цангу можно затянуть все мы ее затянули а теперь проворачиваем несколько оборотов коленвала и выставляем опять по меткам для чего это делаем чтобы проверить все ли у нас сходится ну что зазоры я проверил сейчас мы опять выставил четвертый цилиндр зазор 0.15 щуп автомобиль заведу прогрею поработает маленько потом разберем и еще выставим зазор потому что сейчас разбирали где-то что-то не ровно легло надо чтобы она постучала обстучалась на место на свои посадочные легло солдаты старые распредвал старый сразу на чистовую регулировать нет смысла проверил зазоры есть все нормально вкручиваем свечи свечи человек здесь менял недавно ставил финвал стоит метку совместил здесь метку совместил здесь вот над этот отлив у нас бегу на ксссср стоит и вот эта метка у нас стоит сейчас на 1 шкале не на 3 она 1 на 0 укладываем новую прокладку и ставим крышку и вот она и в в Ложим шайбы и затягиваем. Крышку я затянул. Теперь это у нас сюда уходит. Это у нас сюда уходит. Щук у нас сюда. Крышка у нас так. Трамблера пока еще не затянул, его только нажавил, потому что зажигание выставим. Так, это у нас первый цилиндр. Порядок работает цилиндр в первый, третий, четвертый, второй. Так, и подключаем разъем к трамблеру. Так же одеваем датчик температуры, разъем. И идем на другую сторону. Адь, урэнь. Тяга? Тягу мы надели. Теперь одеваем трус ручного подсоса и не забываем фиксатор на тягу газа с топорок. Одеваем верхний патрубок новый. Антифриз мы зеленый, синтек использую. Так неудобно, но заливаем. Заливаем антифриз, вошло мало, система здесь воздушится. Сейчас снимаю верхний патрубок с печки, чтобы у нас воздух выходил. И заливаем пока оттуда не потечет. Оттуда потечет, ставлю на место, затяну. И потом уже будем прогревать автомобиль и смотреть, чтобы температура не поднималась. Но желательно автомобиль загнать где-нибудь на подъем, чтобы морда стояла вверх. Тогда воздух выходит. Так, залил я антифриз. Проверяем масло. Масло максимум. Пробуем заводить. Проверяем масло. Прогреваем. Автомобиль прогрелся. Ставим корпус воздушного фильтра. Ставим корпус воздушного фильтра. Все. Прокладку под головкой мы заменили. Головку мы приперли. Двигатель работает. Прогрелся. Все нормально. На этом все. Всего вам доброго.